Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что парень автора поправился, сильно поправился за время отношений и нарушилась интимная жизнь. Он обещает, что пойдет в спортзал, но мотивации никакой у него нет. Девочка пишет, что не чувствует с ним увлечения, что пробовала разные методы, сама занимается спортом давно, его пыталась по-разному в это тянуть, следить за питанием, поддерживать, он ни в какую. Ничего не помогает. Вот, что делать я не знал. Теперь еще сверху ругаемся на этом фоне. Смотрите, во-первых надо сказать, что если человек поправляется, то у этого есть причина. А причины могут быть как физиологические, так и психологические. И наверное в первую очередь нужно начинать с этого. Я не знаю случаев, когда человек просто, вот если он начал, грубо говоря, выполнить, да, если он начал выполнить, то я не знаю случаев, когда бы, ну вот, занятие спортом просто взял бы и решил эту проблему. То есть, эм, обычно, эм, это не решает проблему. То есть, спорт не решает проблему. Да. Эм, спорт не позволяет человек выполнять, но только до тех пор, пока человек занимается спортом, занимается спортом, для этого ему нужно постоянно. Если ему не нравится это делать, да, то возникает вопрос, что тогда. Значит, эм, нужно понимать, расстройство ли это пищевого поведения. То есть, человек много и откровенно переедает, например. Или это какая-то физиология. Дальше. Вы говорите, что парень был и раньше не худой, да, но сейчас уже вес выходит за гран. Как так получилось, что вы, будучи спортивным человеком, выбираете себе в партнеры мужчину, который, мягко говоря, не спортивен? Ну, то есть, понятно, что вес у него тогда был меньше, но всё равно, всё равно как бы, вот, в этом смысле, мне кажется, надо на это обратить внимание, потому что, ну, такое чувство, что вы как будто бы хотите человека поменять. Да, как будто бы, вот, вы хотите человека изменить. Если это так, то это, ну, на мой взгляд, по крайней мере, путь в никуда. Дальше. На мой взгляд, вы пытаетесь, значит, ну, вот, навязать мужчине свою позицию, да, свою точку зрения, видение мира, свой образ жизни. Но это довольно плохо будет получаться без общего, без того общего, что между вами могло бы быть. Понимаете? Понимаете, да? То есть, мужчина мог бы быть замотивированным. Грубо говоря, делать это ради вас, если ваш интерес, если то общее, что между вами есть, на это влияет. Вот. Уверены ли вы, что мужчина не воспринимает это как ваш каприз? Что он понимает, как бы, вот, что, ну, что вам это важно, да, что он, вот, что он понимает, что для вас имеет значение и так далее. Вот. Вы говорите, что он вас устраивает, но на мой взгляд, вопрос заключается несколько в другом. Если вам за что его уважать и восхищаться им, по вашему мнению, то есть, восхищаетесь ли вы им, уважаете ли вы его и так далее. На мой взгляд, то, что вы обращаете внимание на вес и активно пытаетесь тянуть его воображение, свидетельствует о некоторой пробуксовке вашего взаимодействия, коммуникации. Как бы она ни страдала от скудности, тоже к соприкосновениям между вами. Отсюда, соответственно, ссоры, которые позволяют заместить и перекомпенсировать отсутствие взаимодействия на личностном и психоэмоциональном уровне. Как мне кажется. Вот. Такая история. Кроме того, обратите внимание, что вы пишете, что он вынудил вас сказать. То есть, вы здесь перекладываете ответственность. Такое происходит, когда человек не слишком отдает себе отсчет в том, что он хочет и что он чувствует. А это необходимый элемент для того, чтобы взаимодействие было качественным. Корректным. Понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, работать вам нужно вот в этих направлениях. В первую очередь, в случае его контакта с собой. Второе, это расширение точек соприкосновения между вами, то есть определить, как вы относитесь к мужчине и как вы его воспринимаете. И дальше, это понимание того, что секс, как правило, не зависит от этой позиции. То есть, ну, худой или толстый. Эффект зависит от того, чувствуете ли вы себя женщиной. Чувствуете ли вы себя женщиной с мужчиной. Вот. А ощущение себя женщиной, это полуролевая модель. Полуролевая модель. Полуролевая модель, это то, как я себя веду, что я хочу, что я не хочу. То есть, некоторая психоэмоциональная свобода. Да? Вот. И пускай, может быть, это прозвучит несколько примитивно, но я бы хотел озвучить эту мысль, сказав, что, как мне кажется, серьезная проблема заключается в том, что вы, видя мужчину полного рядом с собой, чувствуете себя какой-то не такой. То есть, это следствие вот восприятия физиологической разности своей. Вот. И как бы это уже влияет на ваше восприятие, конечно же. Как-то, как-то так я вижу проблему. На этом все. Удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу. Постарайтесь выяснить, что вашему мужчине нравится, что его увлекают. Тоже было бы здорово, потому что... С весом могло бы помочь, как раз таки, увлечение и поддержка мужчины не спортом, а чем-то, что ему нравится. То есть, просто, как бы, более активная позиция. Ну, а если более активная позиция ему не нравится, то тоже вам решать готовы ли вы с этим мириться. И помните, что мириться всегда человек может только ради чего-то. То есть, я мирюсь с тем, что ты куришь, да, потому что ты вот в остальном прекрасный. Я мирюсь с тем, что ты, там, не знаю, обожняешь, там, допустим, лук, да, или чеснок. Вот. Но при этом, черт возьми, ты во всем, ну, там, в других планах ты просто, просто классный. То есть, нельзя просто взять и смириться, не получая, не получая ничего. И не устраивает, опять же, вы пишете, в основном, как будто бы есть другие моменты, которые вам не нравятся, но вы их как будто пропускаете. Не устраивает. А именно, что восхищают, привлекают, нравятся. Понимаете, да? Всего вам самого доброго. Обращайтесь.